Всем привет, я Наталья Шульга, нутрициолог, ароматерапевт, парафармацевт. Мы с вами продолжаем разбираться в эфирном мире. Я вас знакомлю с блендами эфирных масел и напоминаю, что когда эфирные масла встречаются вместе, они друг друга начинают усиливать. Это по-настоящему синергии. И если мономасло мы берем одну каплю, то смесь эфирных масел, даже половины капли, уже будет достаточно для того, чтобы сделать эффект для всего тела. Сегодня мы познакомимся с маслом бриз, дыхание. По составу масла можно понять, что это очень сильная респираторная смесь. Эвкалипт, мята, кардамон, лимон, лаврушка. И в составе вы увидите очень интересное эфирное масло равенсара, редкое, которое сложно взять вот так где-то в моноварианте. Вместе мы получаем шикарное воздействие на нашу бронхолегочную систему. Мы, вдыхая аромат бриз, получаем очень хороший обмен между клетками с кислородом, вывод продуктов распада, самый быстрый из клеток. Мы по-настоящему насыщаемся такой свежестью прохлады во всем теле. Но на самом деле масло бриз работает очень глубоко, заходя во все клетки, как и все эфирные масла. И да, это первое эфирное масло, которое используется именно в ингаляции. Его сложно как-то придумать, что прием внутрь. Нет, это совсем не тот вариант. Но ингаляции, когда мы дышим глубоко и запускаем эфирные масла вплоть до самых нижних участков легких, до альвеол, мы сразу чувствуем прохладу, свежесть за несколько секунд в самых нижних слоях легких. И, конечно, эфирное масло заходит в наш кровоток. Именно поэтому нужно контролировать всегда качество эфирных масел, которые мы вдыхаем и забираем в себя всю эту богатую биохиму. Масло бриз идеально подходит для диффузора. Это может быть прекрасное сочетание дома, с ним можно спать, с ним можно просыпаться. Но если говорить про терапевтический эффект, то нужно понимать эффект, который создают сами эфирные масла, входящие в состав этого масла. Второй способ применения, который тоже очень люблю, это наружный способ. И если мы берем базовое масло в ладонь, добавляем пару капель бриз и наносим на грудь, на спину, на проекцию легких, через кожу, заходя эфир, проходит на 15 см вглубь и точно так же хорошо прорабатывает всю бронхолегочную систему. Идеально будет наносить на крылья носа, тоже в разведении, если мы чувствуем заложенность, отечность, сложно дышать. Вот бриз работает просто потрясающе на эти задачи. Горячая ингаляция. Это тоже очень приятно. И вам понадобится самая минимальная капля, чтобы оказать эффект на все тело. Вы берете теплую воду, небольшой ложки, теплая, чтобы было 40 градусов, капаете одну каплю, и вы можете долгосрочно, около 20 минут, вдыхать этот потрясающий эфир. Ну, в смысле, микс эфирных масел. И также ребенок пока рисует, занимается своими делами, если нужно проработать легкие глубоко, предупредить бронхиты, трахеиты, разные варианты кашля, в том числе и верхний, такой, астматически сухой, реакции на аллергии, масло бриз – это один из самых первых приемов, которые очень быстро работают. Ребенок, занимаясь своими делами, получает огромное удовольствие, вдыхая. И это очень удобно, это не требует какого-то суперконтроля в плане использования, и вы получаете хороший терапевтический эффект. Давайте пробежимся по всем маслам, которые входят в эфирное масло бриз. Начнем с эвкалипта. Вы его чувствуете первым. В моноварианте эвкалипт, он может быть тяжеловатым, вот именно в концентрированной форме, которой пользуются ароматерапевты. Но в смеси он раскрывается очень выгодным. Это сильное антибактериальное средство, противовирусное, противомикробное. И вдыхая через легкие, мы, конечно же, запускаем эфир внутрь в наш кровоток. Эфирное отхаркивающее, обезболивающее, потоконное. И работает на вывод всех жидкостей нашего организма. То, чем организм наш защищается, и по факту эта функция выделительной системы, она, конечно, стимулирует быстрое выздоровление. Эвкалипт в этом случае помогает оттоку жидкости во всех частях нашего тела, где бы мы его ни применили. Начиная со столб и, конечно же, начиная с нашей бронхолегочной системы. Эвкалипт в том числе снимает отеки, если нужно как раз поработать со слизистыми оболочками и побыстрее простимулировать отток лишней жидкости из нашего тела и убрать вот этот воспалительный фон. Чайное дерево. Тоже очень сильное камфорное масло. Вы с ним уже знакомились. Есть отдельный обзор по чайному дереву. Очень сильный антисептик. Работает с бактериальным фоном, с вирусным фоном. И помогает выводить все воспалительные процессы из мягких тканей и дыхательной системы в первую очередь. То, на чем мы с вами и работаем. Здорово масло Бриз в этом ключе, уже используя только два, понимая два эфирных масла в составе, носить на себе каждый день, выходя на улицу, работая с людьми в большом количестве, ставя диффузор там, где много людей приходит и скапливается в душном пространстве. Здесь Бриз будет помогать супер. Одна капля на 5 квадратных метров будет работать потрясающе. Это холодное распыление мелкодисперсное, которое помогает убрать весь вирусный фон рядом с вами. Все ваше пространство будет очищено. Я люблю носить Бриз на своей одежде, капая на толстовку, на капюшон или даже капать в маску. Это очень приятно. Лимон, мята, что входит в состав эфирного масла Бриз в этот бленд, вы тоже можете посмотреть отдельные обзоры. Это, опять же, усиление антисептик и очень хорошее воздействие на обменные процессы. Самое главное, что это спазмолитики. Работа на очищение нашего тела происходит моментально. Вот эфирное масло Равенсара. Редкое. Я о нем узнала, только познакомившись с составом эфирного масла Бриз, вот этого бленда. Равенсара, оказывается, по своему источнику, по природе происхождения. Это мертвовое растение, точно так же, как эвкалипты, чайное дерево. И это по химической формуле усиленный микс двух растений. Вот так я увидела химическую формулу, считала ее, и получается, что мы усилием эффект эвкалипта и чайного в одном эфирном масле Равенсара. В какой-то момент у меня оно появилось в моноварианте. Пахнет вот как раз, попадая в восприятие эвкалипт плюс чайное дерево. Немного с мятными камфорными нотами. Очень приятное, мягкое эфирное масло, которое сильнейшим образом позволяет нашему телу очищаться, опять же, через дыхательные пути. И вот такая синергия, объединяясь вместе, дает очень хороший эффект. Масло Бриз, вот этот бленд, становится одним из самых любимых в доме, самых популярных. Прекрасно воспринимается и через диффузор, нанося на себя, через ингаляции даже ладонями, нанося на кожу проекцию легких спереди и сзади, разводя в базовом масле. Это очень удобно. Дотера тоже любит это масло. Дотера тоже любит этот бленд. И воспроизводит его в разных вариациях. И роллеры, уже готовые в разведение. И отдельные стики, которые можно наносить в твердом виде на нашу кожу и дышать. Делать ингаляции самостоятельные. И даже выпускает конфеты без сахара. Те самые конфеты, которые, возможно, могут помочь капризно подросткам прочистить свои легкие таким путем. Мне достаточно использовать эфирное масло Бриз в таком концентрированном варианте. Это очень удобно, когда вы можете под себя варьировать дозировками и использовать во всех видах применения. Да, есть еще много масел, которые входят в состав. Но об этом мы будем разбирать дальше. Подробнее ознакомиться с каждым эфирным маслом, который, в принципе, есть на нашем рынке. И тех эфиров, с которыми работает ароматерапевт. С самой концентрированной формой. Именно для этого мы ведем блок, чтобы вы понимали, как разводить маленькую каплю на большое количество площади нашего тела. Это очень выгодно и удобно, особенно если у вас есть такой флакон на 15 мл. Это точно на полгода закрытие всех потребностей по дыхательной системе.